Конечно, важно помимо долгосрочного планирования действительно преображать город каждый год, чтобы каждый строительный сезон какие-то возникали новые точки притяжения для горожан. В этом году мы рассчитываем реализовать такой давно интересующий горожан, инициированный ими проект «Аллея флота», который будет недалеко от морского вокзала на верхней части этого нашего променада, так это, скажем, назовем, и превратит в комфортную прогулочную аллею эту часть улицы. Что касается Елизова, то там нам предстоит реализовать проект-победитель всероссийского конкурса проектов по благоустройству городов небольших. Это набережная реки Половинка, которая тоже позволит вот эту часть города в районе стадиона «Строитель», где активное жилое строительство тоже идет, сделает привлекательные прогулочные зоны, такой же, как она была в советское время. Все старожилы Елизов вспоминают, что это было излюбленным местом прогулок. Сейчас, к сожалению, эта часть парка, так скажем, достаточно заброшенная. Нам предстоит в этом году и привести в порядок. Ну и, конечно, в Вилючинске нам нужно завершить ключевой объект благоустройства. Это реконструкция центрального проспекта, Вилючинского проспекта в микроороне Приморский. В прошлом году мы ее начали. В этом году необходимо будет завершить, включая перенос сетей, которые позволят нам надежную и безаварийное функционирование коммунальных служб в этой части города обеспечить. Ну и мы смотрим, и, наверное, в этом году тоже приступим уже к реализации таких наиболее острых, наиболее наболевших для жителей объектов благоустройства. Ну, в частности, это район между улицей Автомобилистов и Красной линией, вот от Мишиной Сопки туда вниз к нашей центральной улице, где, ну, действительно катастрофическая ситуация с благоустройством. В этом году мы приступим к перекладке инфраструктурных объектов, линий теплообеспечения, водоотведения, электросетей. А в следующем году уже само благоустройство этого района должно быть реализовано.